На минувших выходных на стадионе Садовик прошла ответная встреча. В гости к Сильтамаку приехал футбольный клуб Кумертау. После домашней победы 1-0 у нашего клуба настроение было боевое. Ведь от победы отделяло всего пару часов. Преимущество нашей команды был лишь результат. А на стороне хозяев домашнее поле и активные фанаты футбольного клуба Сильтамак. Барабаны, шарфы, танцы, кричалки – вот она настоящая поддержка команды. Погуча и гибуча и тем непобедима! Страна моя, земля моя и самая любимая! Теперь непосредственно к игре. Хозяева с первых минут стали наседать на ворота Азамата. В течение первой половины тайма кумертаусцы только отбивались. И на 15-й минуте футбольный клуб «Стрельтомак» открывает счет в матче. Прострел с правого фланга, и крайний полузащитник делает счет 1-0. Стоит отметить, на повторе видно, как гости забивают гол из офсайда. Вдобавок мяч полностью не пересек линию ворот. Но судейская бригада первой категории из столицы Башкортостана не меняет своего решения. Хозяева повели в счете. После забитого мяча гости активизировались и имели шансы для взятия ворот. К сожалению, на перерыв команды ушли с одним забитым мячом. Второй тайм начался вновь с атак футбольного клуба «Кумертау». Везение было явно не на стороне наших ребят. К тому подтверждение – второй гол в наши ворота. Через несколько минут еще и травма защитника нашей команды Дмитрия Болянова. И тут третий мяч забивает футбольный клуб «Стрельтомак». К концу встречи наши ребята отыгрывают один мяч. За фолл в своей штрафной 11-метровый удар назначается в ворота хозяев. К мячу подходит Андрей Пиксаев и уверенно переигрывает воротаря. Завершается матч со счетом 3-1 в пользу «Стрельтомака». Команды готовятся к пробитию после матчевых пенальти. И здесь удача отвернулась от нашей команды. Со счетом 5-4 и победителями открытого первенства Башкортостана по футболу становится футбольный клуб «Стрельтомак». Футбольный клуб «Кумертау» становится вице-чемпионом республики. Это для нашего города большое достижение именно в этом виде спорта. В принципе, осадок небольшой остался, а так все хорошо. Все большие молодцы, отборолись, отбодались, все с травмами. Хотелось пожелать, конечно, дальнейшего развития, чтобы на наше место уже пришла местная молодежь, которая все-таки в городе должна развиваться, спорта. Так все хорошо, спасибо соперникам. Молодые, хорошие ребята и парни, подкрепленные все-таки вратарем чемпионом СССР по молодежи последним, кстати. Ну и тренером Феофаном, который отыграл он и в Соде, и в Горняке, в Училах. У нас такая нормальная своя команда, все с детства вылезли, все занимались. Все молодцы, спасибо всем. Ну, конечно, рады всем, готовились хорошо, целую неделю сидели на пенальти, потому что знали, что победа в основное время нам ничего не дает. Конечно, ехали туда в «Кумертау», ждали больше и хотели вести очки, но не получилось. Поэтому сегодня у нас были шансы 50 на 50, и вот после матчевой пенальти все решили. После финального свистка состоялось награждение. Командам были вручены дипломы, медали и кубки. Коллектив телекомпании желает нашему футбольному клубу дальнейших побед и успехов. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис».